Приветствую всех в нашем элитном клубе. Многие задаются вопросом, кто такой лорд Блэквуд. Фонду SCP о нем впервые стало известно при поступлении SCP-1867 в коллекцию его диковин. Лор лорда Блэквуда довольно запутан и сложен. По нему есть целый канон, но прежде чем начать обсуждение этой выдающейся личности, просто необходимо зачитать файл из каталога самого фонда. SCP-1867. Джентльмен. Объект номер SCP-1867, класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-1867 следует содержать в аквариуме для водной фауны размером 40 на 70 на 30 сантиметров. Дополнительных мер безопасности не требуется. Микроклимат в камере содержания объекта и уход за объектом ничем не отличается от таковых для неаномальных представителей его вида. Найденные предметы, имеющие отношение к SCP-1867, следует размещать в защищенном складском под уровнем 16. Доступ к этим предметам и к самому SCP-1867 дается с разрешения сотрудника второго уровня и выше, имеющего допуск к объекту. В 2012-го SCP-1867 подал запрос о предоставлении ему набора художественной литературы и естественно-научных журналов. Запрос был отклонен. Описание. SCP-1867 представляет собой гложаберного моллюска, вида немброза кабарьяна, слизень неоновый переменчивый, с длиной 11.7 сантиметров. Физически SCP-1867 ничем не отличается от других представителей своего вида. SCP-1867 разумен и обладает способностью к общению посредством телепатии с любым человеком в радиусе 5 метров. По словам SCP-1867 его зовут Лорд Теодор Томас Блэквуд, британский исследователь и натуралист. В государственных архивах людей с таким именем не значится. Стиль речи SCP-1867 и набор употребляемых им слов выдержан в духе Англии конца 19 века. К научным сотрудникам SCP-1867 относятся большей части дружелюбно и легко идёт на контакт. SCP-1867 неоднократно упоминал о былых приключениях и достижениях, в том числе о своём участии во второй опиумной войне, об экспедициях в дальние уголки мира и столкновениях с различными редкими созданиями и народами. Истинность этих высказываний сомнительна. Однако SCP-1867 выказывает глубокие познания в области географии, зоологии, ботаники, археологии, антропологии и лингвистики, в части касающихся регионов, где он, по его словам, побывал. Также он имеет обширные познания и в более неординарных областях, таких как мифология малых народностей, мистика и криптозоология. Тем не менее, SCP-1867 либо не осознаёт, либо сознательно игнорирует всю информацию и все события, произошедшие после 1910 года. В ответ на просьбу предоставить доказательства своих похождений, SCP-1867 указал адрес близ Англия, сказав при этом, что он весьма и весьма охотно отдаст свою коллекцию на благое дело. По данному адресу обнаружился коттедж, находящийся в собственности некой миссис, которая, по её словам, присматривала за домиком для лорда Блэквуда. Расспросы на тему происхождения SCP-1867 и его природы не дали каких-либо дополнительных результатов. Через пять дней после начала агентами фонда расследований миссис умерла от сердечной недостаточности. При осмотре коттеджа был обнаружен подземный тайник, в котором находилось более трёх тысяч различных артефактов, образцов флора и фауны, более пяти тысяч книг, собранных в библиотеку, и вполне пригодная для работы, хотя изрядно устаревшая лаборатория. За три недели всё содержимое коллекции было перевезено в хранилище организации. Полный список обнаруженных в коллекции SCP-1867 предметов приведён в документе 1867-ВЛ. Особого внимания заслуживают следующие предметы. 116 неизвестных науки видов растений, 107 неизвестных науки видов насекомых, 28 неизвестных науки видов ящериц, 23 неизвестных науки видов рыб, 14 неизвестных науки видов амфибий, 12 неизвестных науки видов млекопитающих, окаменелости 8 неизвестных науки видов динозавров, окаменелости 12 неизвестных науки видов доисторических млекопитающих, Артефакты, относящиеся к 29 неизвестным аборигенным народностям. 35 написанных от руки дневников с описанием событий, о которых говорил SCP-1867. Описания в основном совпадают, за исключением некоторых вариаций и преувеличений, сделанных SCP-1867 в ходе пересказа. Дневники датированы соответствующим временным периодам. 20 кг готового к употреблению опия. Набор огнестрельного оружия неизвестной модели и производителя, в том числе три мушкета, с расширяющимися дульными отверстиями и маркировкой эффективной дестабилизаторой частиц доктора Б.М. Мота. Мушкеты находятся в нерабочем состоянии. Подробная карта Меркурия, Венера, Марса и четырех галилеевых спутников. К картам приложены наброски возможных маршрутов экспедиции по их поверхности. Карета, в конструкцию которой внесены значительные изменения. Внутри находились инструменты неизвестного предназначения. К дверце была прикручена записка. Барахлит, поговорить с Генри. Почерк в записке совпадает с почерком в дневниках. Данные удалены. После активации объект убил четырех агентов. Потом его удалось уничтожить. В ответ на расспросы об этом предмете SCP-1867 укоризненно отметил. Предупреждал же вас. С моей коллекции надо держать ухо востро. Эта длинная штука едва мне голову не отняла тогда в Вокинге, когда я в 97-м ее нашел. Приложение 1867-02. Данное интервью было взято 08.45.2012. Доктор. Доброе утро, 1867. SCP-1867. А, доктор, доброе утро. Примного рад вас видеть. Заходите-ка, присаживайтесь. Если память мне не подводит, в прошлый раз мы с вами говорили о том занятом случае, когда меня взяло в плен конголесское племя Убула. Доктор. Вообще-то у меня были вопросы по поводу вашего рассказа. Видите ли, такого племени нет. SCP-1867. Разумеется, его нет. После нападения на их поселок Моколи-Мемби, ни единого Умбула в живых не осталось, до сих пор терзаюсь тем, что не удалось изловить то чудовище. А ведь была возможность чертовски, скажу я вам, увертливое создание. Доктор. 1867. У нас нет никаких доказательств того, что ваши рассказы нечто большее, чем очень складный вымысел. Артефакты и дневники, что мы нашли в вашем тайнике, могут оказаться подделками. SCP-1867. Ерунда. Ни за что я не стану подделывать плоды своих трудов. Сама натуры естествоиспытателя восстает против этого. Меня не перестает удивлять ваше заведение. Но не хватает вам исследовательского духа. Когда я взбирался по склонам Гималаев, желая отыскать монахов Золотой горы, разве было мне дело до того, что судачат другие? Не было. Я сам пошел в дорогу и сам все разузнал. Доктор. Короткая пауза. Вы понимаете, что вы голожаберный моллюск, верно? SCP-1867. Богом клянусь, приятель, ты что, выпил? Смехотворной инсинуации. Раз ты не желаешь быть серьезным, я не желаю с тобой разговаривать. Иди, завари чашку крепкого чая и приди в себя. Итак, выходит, что лорд Блэквуд когда-то был человеком. Причем он не превратился в улитку, как можно было бы подумать. А как всякий порядочный человек в конце своей жизни умер. О чем говорится в файле SCP-2783. Где есть небольшой секрет. Сам 2783 это локация, кладбище, которое находится где-то вне нашей реальности. В файле с перечнем надгробий надписи на надгробиях вроде бы удалены. Но на самом деле, если их выделить, надписи станут видны. И в одной из могил лежит сам лорд Блэквуд. Во вселенной SCP авторы любят делать персонажей не стареющими и не умирающими от старости. Но Блэквуд, дожив до 100 лет, стал глубоким стариком, живя вместе с Дворецким, известным как SCP-662. Хотя Дворецкий видел ситуацию совсем иначе. Но об этом потом. В самом файле объекта говорится, что Блэквуд умер в 1910 году. Из рассказа «Анкл Тедди» мы видим, что Блэквуд не умер от старости. А так и прожил в теле столетнего старика еще почти столетия. Время от времени встречается со своими внуками. И даже правнуками. Видимо Дворецкий с колокольчика или другой из его артефактов каким-то образом не допускал его смерти. От чего умер Блэквуд неясно. Также и непонятно, когда он стал улиткой. Потому что в том же рассказе «Анкл Тедди» упоминается письмо Блэквуда, в котором написано, что он был захвачен фондом SCP и с ним обращаются как животным. Но фонд получил его именно в виде улитки. И только потом узнал, что эта улитка является лордом Блэквудом. То есть, похоже, та часть жизнь лорда, которую он прожил в виде неумирающего столетнего старца, была все же прожита в виде этой улитки на самом деле. Кстати, этот рассказ ведется от лица родственника Блэквуда по имени Чарли, который видит самого Блэквуда не как улитку, а как человека. С другой стороны, в конце рассказа выясняется, что сам Чарли это тоже улитка, думающая, что она человек. То есть, не только Блэквуд после смерти превратился в улитку, но и все его родственники. Или они изначально живут как бы в двух мирах, в одном они улитки, а в другом нормальные люди. В рассказе «A Most Unfortunate Reunion» к Блэквуду приползла другая улитка с аналогичными аномальными свойствами, которая представилась Гаррисом. Из диалога Блэквуда и Гарриса мы узнаем, что Гаррис, путешествуя с Блэквудом, умирал множество раз. И тоже не осознает, что является улиткой. Но одна интересная деталь. Сам Гаррис, в отличие от Чарли, только себя считает человеком, а Блэквуда видит именно как улитку. В рассказе «Воспоминания Камир Динера», который по сути есть допрос Дворецкого из SCP-662, сам Дворецкий утверждает, что Блэквуд на самом деле скончался в 1893 году. Причем Дворецкий говорит, что Блэквуд в то время выглядел молодо и не старел в течение всей своей жизни. На вопрос, видел ли Дворецкий Блэквуда в виде улитки, тот ответил, что не видел. Однако ему снился такой сон, где Блэквуд был улиткой. Кроме того, Дворецкий утверждает, что продолжил служить Блэквуду после его смерти, следя за его домом. Тут появляется несостыковка с рассказом «Анкл Тедди», ведь там Блэквуд жил один в своем доме, и время от времени его посещали его родственники. Но несостыковка — это только на первый взгляд. Во всех рассказах есть куча намеков на то, что мир, где Блэквуд и его родственники являются людьми, а не улитками, — это отдельный параллельный мир. А SCP-662 Дворецкий существует как бы между мирами. Сам Лорд очень любит выползать к ученым фонда и рассказывать о своих приключениях. Для фонда же он стал очень ценным источником информации, так как встречался со многими SCP-объектами ранее. Например, одним из наиболее выдающихся подвигов Блэквуда считается победа над последним драконом или SCP-682 «Неуязвимые рептилии». Вернее, над одной из ее инкарнаций в прошлом, о чем говорится в видео о ящере на этом канале. Блэквуд часто утверждает, что может уничтожить любое чудище. В одном из рассказов у него спросили, сможет ли он победить монстра вроде SCP-096 «Скровника». И тот ответил, что легко убьет такого монстра, если он ему встретится. Рассказы Блэквуда во многом точны и нередко позволяют фонду сделать новые открытия и обнаружить новые аномалии. Но и во многом расходятся с исторической реальностью. Например, Блэквуд в одном из рассказов описывает битвы гигантских дирижаблей с драконами в доспехах. В его рассказах он часто применяет дестабилизирующий мушкет, который стреляет лучом и превращает противника в пыль. В его реальности этому никто не удивляется, это обычные вещи. В одном из рассказов фонду удается найти такой мушкет Блэквуда по его наводке. Во время допроса Дворецкого тот также рассказывает о прошлом в духе Блэквуда, вспоминая лучевые мушкеты и битву Блэквуда с неуязвимой рептилией посреди Европы, о которой по версии Дворецкого написали все газеты. Однако ни о самом лорде Блэквуде, ни о других персонажах его канона в мире SCP не знает никто. В том числе его не помнят многие из тех, с кем он по идее должен был встречаться, и нет ни одного исторического документа, который бы мог подтвердить историю Блэквуда. Хотя некоторые SCP способны его узнать. Кроме Дворецкого это, например, SCP-2337. Он утверждает, что когда-то они путешествовали вместе. К слову, сам SCP-2337 это птица, который называет себя доктором Шлёпсом. Так что можно предположить, что они с SCP-1867 просто части одного явления. Вернее, в обычном мире доктор Шлёпс это птица, а в реальности Блэквуда он такой же человек. Кроме того, все материальные свидетельства существования Блэквуда в прошлом попадаются только в пространственных аномалиях. То есть там, где мир Блэквуда пересекается с нашей реальностью. Но раз эти пространственные аномалии всё же находят агенты фонда, мир, где Блэквуд и Шлёпс люди, не иллюзорен. Он существует, но существует только в виде редких осколков, мелких карманных изменений, а целиком его нет. Но во всяком случае он не совсем иллюзорен, потому что в нынешнем мире Блэквуда всё просто подстраивается под то, что делает фон с улиткой. Например, когда его кладут в аквариум, Блэквуд считает, что его, человека, бросают в бассейн. Есть интересная теория, что все истории Блэквуда относятся к миру, который когда-то существовал, но был удалён, полностью стёрт, заменён на новую версию мира, нашим миром. А Блэквуд и все связанные с ним персонажи, это как бы осколки старого мира, которые по каким-то причинам не были удалены или сохранились с ошибками. Дворецкий в виде существа из колокольчика, Блэквуд в виде улитки, Доктор Шлёп, ставший птицей. И если вы зададитесь вопросом, откуда такая странная теория, посмотрите изначальную версию сценария фильма «Матрица». В Ютубе есть видео на эту тему. Посмотрите, и эта отсылка к той «Матрице», которую так и не сняли, станет очевидной. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok